Всем привет! С вами Светлана и сегодня у нас видео ТОП-5 продуктов Фаберлик декоративной косметики. Начну я, пожалуй, с помады, которая покорила меня просто моментально с первого нанесения. Это полуматовая губная помада Овация. Вот так выглядит упаковка. Она зеркальная и здесь еще есть зеркальце. Вот оно. У меня в оттенке 43032. Я специально не красила губы, чтобы показать вам, как она лажена. У всех помад, что я пробовала, я выделяю именно эту помаду в Фаберлик. А у меня их великое множество. Открывается щелчком. Очень удобно, здорово. Дизайн вообще дорогой, крутой. Прям, я бы сказала, даже люксовый. Сейчас я вам нанесу и покажу. Сделаем сводчи. Это нежный оттенок с сиреневым. Даже я бы сказала, не с сиреневым, наверное. Ну да, не с фиолетовым. Нет, с сиреневым потоном. И она ложится довольно плотно. То есть это не полупрозрачная помада. Она имеет довольно высокую пигментацию. И с одного слоя, на губах на ваших даже, она будет заметна. А если еще и наслаивать, то как бы вообще. И эта помада, из-за того, что пигментация у нее высокая, не требуется. Она прекрасно и сама прорисовывает контур ваших губ. И как вы видите, цвет довольно насыщенный. Почему она полуматовая? Потому что сейчас пройдет вот несколько минуток. И она немножко потеряет свой блеск. Свой вот этот вот шиммера здесь нет. Здесь есть блеск за счет вот именно увлажнения. И мне чем нравится эта помада? Она не забивается в складочки губ. Она наоборот их как-то выравнивает, разглаживает. Они становятся, ну, гораздо привлекательнее на вид. Сейчас покажу вам поближе. Мне кажется, она прям вот губки разглаживает. Поэтому, я не знаю, я в эту помаду просто влюблена. И когда будет акция, я обязательно буду брать другие оттеночки. Сейчас я вам сделаю сводч. И мы с вами сравним с каталогом. Насколько у нас идет совпадение цвета. По мне, так на губах она насыщеннее, чем в каталоге. Вот сводч. Вот как она выглядит в стике. Мне кажется, она в стике как-то розовее. И вот как она выглядит в каталоге. Смотрите, вот камера сейчас вроде правильно передает цвет. Почти, почти полное совпадение. А на самом деле она насыщеннее, чем нам показано в каталоге. Это вот если нанести только один слой и немножко подтушевать, то да, она будет именно такой. Это, видите, оттенок называется лиловый твит. Так что, девчонки, кто выбирает помады Фаберлик, еще не пробовал. И кому нужна более-менее такая вот стойкая текстура, то это действительно помада овация. Здесь 4 грамма, но расход у нее довольно большой. Текстура кремовая, губы после нее напитаны. Сходит она очень деликатно, оставляя небольшой оттенок на губах. Но это, если я имею в виду, будут перекусы там и так далее. А так она держится довольно хорошо. Поэтому я обязательно буду пробовать другие оттенки. 100% персиковый велюр. Вот мне очень хочется попробовать. Когда будет акция на эту помадку, я возьму еще однозначно. И вам очень советую к ней присмотреться. Не пожалеете. Это не вот эти вот помадки в черных флакончиков, которые нужно каждые 20 минут обновлять, которые требуют карандаша. Нет, здесь самостоятельная структура, скажем так, которая не требует дополнительных каких-то манипуляций. Выносить ее на губах и довольны просто. Второй продукт, который тоже покорил меня буквально с первого применения, это тушь Верри Берри. Я ей пользуюсь уже, наверное, 3 недели. И могу дать полноценный отзыв. Она нравится мне практически вот во всем. Единственное, что, если вы будете ее наслаивать, хотите наслаивать, это нужно делать быстро. Потому что реснички быстро высыхают. И они... Сейчас покажу вам. Они вот такие твердые. Есть туши, допустим, еще одна моя любимая тушь, это ваш Оскар. Вот эта желтенькая. Которую я попробовала тоже просто в шоке. И, скорее всего, я возьму именно ее после туши Верри Берри. Она позволяет наслаивать ресницы, не торопясь. Они не становятся такими жесткими. И разделяются просто замечательно. Но про нее потом. Хотя, если бы она у меня была, я бы ее обязательно вам тоже показала. Потому что ее не силиконовая кисточка, которую я приори не люблю, меня просто покорила. У меня взмах ресниц, наверное, был добровее, это точно. Верри Берри суперская тоже тушь. Вот так выглядит кисточка. Она немного изогнутая. Вот. Смотрите. И из-за того, что она именно изогнутая, можно создать очень неплохой изгиб, подкрашивая вот этой частью с углублением. Вы можете задать форму вашим ресницам, подкорректировать. Я лично наношу три слоя именно. Мне вот одного прям мало, два как-то тоже. На верхней, а на нижней реснице один слой. Артикул этой туши 5613. На нее не бывает скидки, еще не было ни разу. Но она стоит того, чтобы взять ее и без скидки. Она где-то обойдется рублей в 230 вместе со скидкой-скидкой консультанта. Вот. Поэтому стоит попробовать. Если вы еще не нашли свою тушь Фуберлик, обязательно присмотритесь к Верри Берри. Достойный продукт. Следующий продукт, который я не использую в жаркое время года, но обязательно буду использовать с наступлением холодной осени, это тональный крем Double Style. Вот так он выглядит. Здесь довольно большой объем. В этом креме два отсека, и каждый из них по 15 мл. Он у нас идет с SPF, выравнивает рельеф кожи, подстраивается под свет лица, увлажняет, восстанавливает. Согласна абсолютно со всем. Я не знаю, что здесь за сыворотка в первом отсеке. Сейчас я вам покажу. Белый отсек у нас сыворотка. Все наносят, кому как нравится. Как рекомендовано, нужно нанести сначала вот эту сыворотку белую, дождаться ее впитывания и нанести сам тональный крем. Я так не делаю, потому что мне удобнее смешивать это все дело и наносить на лицо. Почему? Потому что здесь у самого тонального крема довольно сильная, не то, что пигментация. Он скорее под кожу с легким загаром подойдет. Но я им пользовалась зимой и как бы смешивая вместе с сывороткой, нанося на кожу, он действительно подстраивался под ваш тон кожи и не давал никакой рыжины, желтизны, то есть все в порядке. Сейчас посмотрим, как он наносится. Вот смотрите, его цвет. камера передает сейчас вот правильно. Этот оттенок наношу на руку, распределяю, отсвечивает. Так, вот, видите? Вот мы его распределили на нашу руку. И причем этот крем подойдет именно тем, у кого сухая кожа, зимой у меня эта зона всегда сохнет, потому что, поэтому он подходит как нельзя идеальней. Подойдет тем, у кого нет явных каких-то прыщиков и проблем с кожей, которые нужно скрывать, потому что плотность его, я бы сказала, вот средняя. Не перекроет какие-то сильно видимые изъяны и недостатки, он нет, однозначно. Возможно, еще придется вдобавок воспользоваться там консилером, либо пудрой. Я пудрой в принципе не пользуюсь. По мне, лучше пусть лицо блестит, чем оно будет сухим и потом морщинистым. Вот крем впитался. Сейчас вот две руки посмотрим для сравнения, изменился ли тон. Вот если вам видно. Мне кажется, он выровнялся, но не изменился. Рука выглядит такой вот гладенькой, знаете, и поры он не забивает. То есть в расширенные поры иной раз, знаете, есть такие фаберлики крема, не буду сейчас говорить, какие тональные, которым намазался, и все твои поры на т-зоне стали в сто раз виднее, и это просто какой-то ужас. Нет, этот крем такого не делает. Поэтому обладательницы сухой кожи и не сильно проблемной, я вам очень советую попробовать вот именно его. Он действительно достоин внимания. Вот он впитался и уже не дает такого жирного блеска, как при первоначальном нанесении. Кожа все обратно стала матовая. Все прекрасно в этом тональном креме. Стоит он у меня, ждет осени. Очень люблю его, как бы и менять ни на что не собираюсь. Следующие продукты, точнее два, это палетки от Фаберлик, без которых не обходится ни один мой ежедневный макияж. Это просто мой масткэфф на все времена. Первая, это палетка для скульптурирования лица безупречная форма. Она у меня изрядно уже потрепанная. Артикул ее 6073. Хайлайтер у меня кончился давно, точнее разбился, но он мне не нужен. Я пользуюсь такими вещами только зимой. Вот этот оттенок скульптора я могу использовать и как скульптор, и подкрасить им брови, и использовать как тени. Здесь настолько удачно подобрана цветовая гамма, что можно одной этой палеткой как бы краситься и все. Я вам уже показывала, как я использую эти румяна. как помаду. То есть вы нанесли на губы вот этот модный нынче коралловый цвет, и можно сверху перекрыть каким-то блеском, либо какой-то помадой с не очень насыщенной текстурой. Смотрится это потрясающе, очень достойно. Я очень часто использую эти румяна как тени, потому что вы наверняка знаете, что сейчас это тоже тренд, коралловый цвет и как тени, и как помада, и как все на свете. Ну и, конечно, как румяна на яблочке, но опять же я все в основном это делаю зимой, когда кожа страдает, наша летом ей и так всего достаточно, и витаминчиков, и она выглядит сама прекрасно. Я сейчас вам сделаю сводчи, чтобы вы могли понимать, как выглядят эти цвета на коже. Удачнее палетки для скульптурирования лица я лично не встречала. Здесь можно обыграть оттенки растушевывая, их и наслаивая. Смотрите, вот он скульптор, вот румяна. Это довольно плотный слой, чтобы вы понимали, как оттенок выглядит на коже. Он не идет ни в рыжину, не в слишком холодный тон. Я имею в виду скульптор. Вот самое то, что нужно и подойдет абсолютно любой коже, любому цветотипу лица. Вторая палеточка, без которой тоже практически не обходится мой макияж. 55-43. Это набор для макияжа «Волшебное преображение». Здесь собраны как и средства для скульптурирования лица, так и четыре оттенка теней. С шиммером без, с шиммером без. Это у нас румяна, которые тоже светло-кораллового уже оттенка, и пудра. Причем, девчонки, пудра настолько удачного оттенка, что тоже прекрасно подходит и для загорелой кожи, и для светлого цвета лица. Но, наверное, не для самого светлого. Я пудрой не пользуюсь, она у меня лишь на те случаи жизни, когда я снимаю видео. Вот сейчас у меня лицо блестит, но блестит оно не из-за своей жирности, а именно из-за того, как падает цвет. Вот я смотрю в зеркало, у меня кожа лица практически матовая. И чтобы немножко этот блеск убрать, я использую вот эту пудру. Кистью, кстати, тоже фаберликовской, вот ее наношу, и нормально блеск убирается. Сейчас просводчу вам все оттенки. Давайте начнем с теней, которые тоже замечательно просто обыгрываются путем их смешивания. Я знаю, что у этих теней есть очень много поклонников, даже среди блогеров, которые занимаются обзорами на YouTube. Очень многие девочки снимают с этими тенями на глазках видео, потому что они смотрятся, ну, потрясающе. Придают глазкам, цвета, шиммерам такое здоровское свечение. Сейчас посмотрим. Смотрите, вот первый цвет он не очень виден. Это у нас будет как основа под тени. Вот, вот этот светлый оттенок. Я его использую лично так. Светлый оттенок с шиммером. Вот он, он блестит вовсю. Темный оттенок без шиммера. Он довольно темный, поэтому если я его использую, я его смешиваю с вот этим цветом на глазках, чтобы не получился такой прям, вообще смоки айс с этой палеткой сделать элементарно. И темный оттенок с шиммером. Посмотрите, какой здесь шиммер. Он уходит в сиренево-золотистый такой подтон. Ну, очень красивый оттенок теней. Глазки ваши будут светиться. И вообще потрясающий. На все времена тоже можно этой палеткой заменить все свои тенюшки, все свои скульптора. Здесь вот только нет. Единственное, чего не хватает. А так, ну, идеальное. Зеркальца, конечно, здесь тоже внутри не хватает, но это не суть. Так что, кто еще не пробовал такую палеточку, я вам очень советую к ней присмотреться. Она универсальная. Мне кажется, хватит мне ее лет на 10. 400 с чем-то рублей она где-то у нас стоит в каталоге по акции, по-моему. И она стоит своих денег абсолютно точно. Эти тени не пылят, они прекрасно наносятся, играют на ваших глазках приятным таким свечением. Кстати, светлый оттенок с шиммером можно использовать в качестве хайлайтера, что я иногда и делаю. И последний, девчонки, пятый продукт, без которого тоже мой макияж практически никогда не обходится. И вы, скорее всего, уже догадались, кто смотрит меня постоянно. Это тени «Галактическое путешествие». Три оттеночка самых ходовых у меня есть. И мне безумно нравится их использовать. Вот этот, конечно, темноватый. Вы могли видеть у меня его на глазах в предыдущем видео. Не всегда подойдет, если только смешивать их между собой. Он достаточно темный. 52.30 его оттенок. Вот этого самого темного. Средний оттенок это у нас 54-51. Он уходит у нас немножко, знаете, в такой розово-золотистый подтон. Хотя камера может не так передавать, но, в принципе, суть та. И самый мой любимый оттенок это 52-31, потому что он настолько универсален и повседневен, что можно просто его тоже использовать и как хайлайтер. Вот сегодня я подвела бровь и верхнюю губу именно вот этими тенями. Использую их как хайлайтер. Тоненькой полосочкой, пальчиком растушевали. Супер! И на глазах у меня внутренний угол и начало века тоже сейчас этими тенями подведены. Если видите свечение, вот оно присутствует. Это именно благодаря вот этому вот оттенку. Он потрясающий. Так же, как и все два другие. Я сейчас вам, конечно, просвочу и сделаю в уголочке подсказочку на подробный обзор этих тенюшек. Тоже, мне кажется, хватит их на несколько линей. Я даже вот эти два оттенка использовала как губная помада. Попробуйте, если не пробовали. Круто! Так, самый темный. У них очень плотная пигментация. Просто вообще капец. Я частенько их тушую. Потому что, если нанести плотно-плотно, это будет прям вечерний макияж. Они очень густые, но наносятся замечательно вот именно кистью. Я как наношу? Я один кончик кисти полностью очищаю, вторым немножко нанесла и тем, которые очистила, тушую так, как мне нужно. Можно, конечно, и наслоить при желании. Тут вообще фантазия только ваша. Вот они, три оттеночка. Как они выглядят, как они блестят, вы сами все прекрасно видите. Просто потрясающие ходовые оттенки тоже, которые и блондинкам, и брюнеткам, но вот эти два точно подойдут абсолютно всем. Так, издалека. Вот. Они светятся, бликуют, поэтому вот даже точно не могу передать вам оттеночек. Вот. Вот так. Тени, которые будут у меня всегда, и если они кончатся вдруг, в чем я очень сильно сомневаюсь, я обязательно буду брать себе еще. Потому что подсветить свой глазик, немножко приоткрыть веко, а с помощью светлого оттенка можно и приподнять, у кого есть нависшее веко. Просто потрясающе. Девчонки, в эту пятерку, но уже получается шестерку, я бы еще, конечно, отнесла наш карандаш для бровей, выкручивающийся, вот этот вот. Вот он. Ну, у него есть небольшой минус, потому что артикул 55-23, потому что он очень быстро кончается. Именно поэтому я его больше не заказываю. Ну, на неделю, действительно, за 300 рублей взять карандаш на неделю, нет. Но по нанесению, по прорисовке бровей, конечно, это просто вот вообще супер. Если вы редко подкрашиваете свои брови, вам нужно обязательно присмотреться к этому карандашу. Он просто потрясающий, оттенки здесь замечательные, ни один из них не рыжит. Я пробовала все три, но очень быстро кончается, потому что очень тонкий. Зато каждую бровку, допустим, на выход куда-то можно прорисовать, и будет шикарно. Такие любимчики декоративной косметики у меня Фаберлик. Если у вас есть что сказать по этому поводу, или как-то вы еще по-другому интересно используете эти же продукты, обязательно пишите комментарии. Я с огромным удовольствием их читаю все и отвечаю вам. Ну, а на этом все. До следующих видео. Пока-пока.